На дворе практически середина осени, грустная и даже для кого-то по-своему депрессивная пора, но не для нас. Сегодняшняя погода нас приятно радует, солнышко, тепло, малой нежится под лучами звезды по имени Солнце. Но как говорится в известном сериале, зима уже близко. Чтобы кокос не мер зимними вечерами, для него я приготовил специальное устройство. Теплый воздух от подставки подогреет его домик, ему приятно и мне на душе соответственно спокойно. Конечно же с подогревом это была шутка. Сегодня на обзоре сборка в мини кейсе от Custom Mode. Последнее время все больше людей смотрят в сторону компактных машин, на это есть несколько причин. Прежде всего это минимализм и удобство в случае транспортировки. Все вы хорошо знаете и понимаете за и против подобных машин. Минус это конечно же благодаря компактности и посредственная продуваемость, ограничение по подбору железа и неудобство с прокладкой проводов. За это также компактность, при грамотной компоновке и подборе железа можно добиться очень хороших результатов. Конечно же тишины и производительности. Сегодняшний малыш шустер, но не лишен недостатка. Данная сборка не моя авторская работа, это сборка парней с Custom Mode. Ребята занимаются разработкой и сборкой вот таких вот красавцев. Пацаны, для вас хорошая новость. Кто хочет собрать подобный компик, можете абсолютно бесплатно получить данный кейс в подарок. При покупке платы от MSI B550i Gaming Edge или аналога от синих Z490i UniFi плюс комплекта оперативки Team, этот красавчик вам достается абсолютно бесплатно. Все очень просто, выбираешь плату с оперативкой, регистрируешься на сайте и кейсик SX-311L получаешь абсолютно бесплатно. Все необходимые ссылки на акцию и железо конечно же найдешь в описании под данным видео. Итак, о данной сборке. Обшивка данного космолета снимается очень легко. Просто оттягиваю накладку, все. Верхняя нашлепка держится на магнитах и поэтому открытие на раз-два. Разберу комп на атомы и посмотрим, что у него внутри. Первым делом выкручиваю винтики и снимаю боковины. Обшивка этого космолета из алюминия очень хорошо видна на данном срезе. Продуваем из корпуса отличные, где только возможно имеются вырезы и технические отверстия. Покраска кстати качественная, порошковая, с легким блеском. Подобное явление очень хорошо заметно на ярком солнце. Сверху на привычном месте входы под микрофон лопухи, два USB и кнопка питания. Нажимается она очень и очень тихо. Пожалуй самое тихое из всех, что я встречал. В основании корпуса круглые ножки и они на настоящих резиновых проставках, а не хрен знает из чего. Вдоль днища пыльник истекловатый. Очень плотный и не совсем удобный для демонтажа. С другой же стороны, если снимать его каждый месяц не нужно, то вполне себе нормальное решение. Вариации изготовления и размещения комплектующих в этом малыше более чем предостаточно. На сайте производителя имеются всевозможные варианты с воздухом, СВО, с накопителями. Я же перейду к сегодняшнему железу. Мой малой практически как собака. Рычит на меня, не хочет давать компик на разборку. Малой, пойми, нужно. Начну как обычно с процессора. Сердцем данной сборки стал Ryzen 5 3600 XT. XT имеет небольшое преимущество перед обычным 3600. Во-первых, 3600 в номинале на частоте 3.6, в бусте же до 4.2. XT стартует уже от 4000 и максимальный буст на ядро до 4.7 МГц. В остальном же это идентичные камни за исключением термопакета. XT 95 Вт против 65 Вт в обычной версии 3600. Охлаждать сегодняшний процессор будет стоковый охлад на многим так хорошо знакомой вертушке. На какое-то время конечно же его хватит. Для себя бы я его однозначно не использовал. Эффективность посредственная, шум, мама не горюй. Кто будет собирать подобную сборку, смотрите что-то из низкопрофильных от Noctua Be Quiet и им подобным брендам. Само собой материнская плата форм-фактора мини. MPG B550i Gaming Edge. Очень компактная мать, при этом не лишенная всех благ цивилизации. Два слота под M.2 накопитель, один с термозащитой и внешним охлаждением. Достойнейшая цепь питания. 4 SATA, по стандарту 2 разъема под память. Особенно мне понравилось то, что у этой малышки сзади. У малышки сзади. Ладно, меня же не только и взрослые смотрят. Само собой выходный под звук в паре с коаксальным. Высокоскоростной USB. Отдельный USB под BIOS. Кнопка сброса этого BIOS, а есть также Type-C. И отдельный респект за барабанные палочки. Антенны под скоростной и NET реально очень важны. Ну и для тех, кто ностальгирует и не может расстаться с шариковой мышей, также есть соответствующий вход. Кейс в длину всего 315 мм. Соответственно данный монстр сюда не встанет. А вот этот RTX 2060 Super в исполнении Ventus поместится легко. В данной видях это бюджетное исполнение. Пластиковая нашлепка а-ля бэкплейт, такой же соответствующий охлад. Благодаря тому, что нет подсветки, питание всего 8 пин. Если посмотреть с другой стороны, эту серию юзают тысячи людей и они ей вполне довольны. Тихая, миру теплая, производительная и самое важное, недорогая. Что еще нужно? Нужна подсветка, лепота, пожалуйста, серия Gaming X вам в помощь. Кстати, сегодняшняя установка вертикальная, поэтому необходим райзер. Благо все в комплекте имеется, перейдут к питальнику. Бренд Corsair делает одни из лучших трансформаторов в исполнении мини. Ну просто милашка. Маленький, размером с вертушку, но при этом далеко не прост, как кажется на первый взгляд. Согласно прайсу, только качественные компоненты. И знаете, этот малыш тяжелее некоторых полноформатникам. Размером менее, чем моя мышка. SF600 и на изи вытянет даже RTX 3080. Подключение согласно формату модульное. Только необходимые выходы, ничего лишнего. Провода в оплетке, так называемые моддинговые. Благо, после предыдущего обзорщика я их довел до ума. Я просто не люблю, когда хаос с кабель менеджментом. О сегодняшнем накопителе. M2 от Team. MP34, соответственно, PCI Express 4.0. Скорость до 3000 MB в секунду. На мой взгляд, отличнейшая пластина за скромные деньги. Для высокоскоростной работы то, что нужно. Как вы уже видели, на плате также имеется термопрокладка с соответствующим охлаждением. В данном случае волноваться о высоких температурах не приходится. Кстати, 5 лет гарантии. Оперативка также от Team. TeamForce Vulcan Grey многим хорошо знакома. Стандартные тайминки, как для данной частоты 3200. Хорошая память, я ее неоднократно юзал в своих сборках. Гонится легко, совместима с многими платами и опять же недорогая. Чипы в алюминиевом кожухе. По сути, больше ничего-то и не нужно. Ну а если опять же нужен божественный свет, есть варианты с LED-подсветкой. Собственно, это и все железо. Единственное, для вентиляции также отмечу 120-ку от одного из лучших производителей воздуха Noctua. Для продува корпуса ее будет вполне достаточно. В способностях же штатного охлада от AMD я сильно сомневаюсь. Уж лучше бы там был низкопрофильный Noctua L9X65 или что-то подобное. Перед вами сегодняшняя мини-сборка. Компактно, нарядно, мне нравится. Первым делом предлагаю заценить Sinebench. При 100% нагрузке камень маслает чуть более 4000 МГц. После непродолжительного забега многопоток набирает 3667 баллов. Это на 748 шустрее, чем обычный всем привычный 3600. Перейду к наиболее интересному, конечно же, к играм. Вначале пробегусь к лаке чемпионом. Посмотрим, каково. Давно я не крошил в этой веселухе и для наглядности, пожалуй, выставлю высокий пресет графики. Само собой 2К, фул для 2060 супер уже, на мой взгляд, за гранью. Моей любимой веселухе в среднем кадр равен 117. Ведяха по нагреву на уровне 60 градусов. Нагрев процесса выше нормы примерно на 10-12 градусов. И вроде бы незначительно, но 3300 оборотов как бы многовато. Я бы даже сказал, дохера. Ведяха же нагружена чуть более половины. Запас с подобными предустановками имеется. 8 гиг видеопамяти в наше время уже норма. Я думаю, через годик станет уже необходимостью. RDR2 на средне-высоких, разрешение несменное 2К. С выходом новых дров прилично, конечно же, подтянули производительность. До 5-ой GTA, конечно же, еще далеко, но уже намного интереснее. Красный Дед 2 от 65 до 80 кадров. Однозначно играбельно, вопросов никаких не имею. Процы дальше продолжают скакать как горный козел. На этот раз максимально, что я видел, 74 градуса. Карта в этой игре уже нагружена максимально от своих возможностей. На кристалле 69 градусов. Думаю, общая картина вам понятна. Единственное, как и прежде, меня докучает шум вентилятора. Для пущей эффективности прикручу свою 120 над башней. Думаю, будет немножечко полегче, но опять же, не факт. Заключительный заезд, но уже GTA 5. Настройки на очень высоких, с максимальным трафиком и также в 2К разрешении. Добавляю двукратное сжатие. И первое, на что обращаю ваше внимание, добавление моей вертушки данному охладу помогло как мертвому припарок. Температура на процессоре перевалила за 70. Обороты 3600. Вывод следующий. Комплектный охлад от AMD годится как временная мера. Использовать его, конечно же, можно, но от комфорта вы не получите. В среднем чернокожий парень будем толерантны. Под 100 кадров. Результат, на мой взгляд, отличный. И даже в самой зарубе ниже 80 кадров игра не проседает. С картой все понятно. С процессорным охлаждением также вопросов нет. Хотим тихо и эффективно. Но кто L9 X65 или аналоги. Подведу черту под сегодняшней сборкой. Как вы уже видели, она шустра, но есть и досадные моменты. Конечно же, это охлад процессора. Конструкция кейса в миру надежная. Лично мне чего не хватает, так это точной подгонки. Хотелось бы, чтобы магниты были на клею, а не на плавленной пластмассе. Более продуманный пыльник с точки зрения юзабельности. В остальном же очень достойно. Радует, что не экономили на материале, на покраске. Качественные компоненты также имеются. Самое важное, это доступный прайс. Забогорные аналоги стоят в 2, а то и в 3 раза дороже. Собрав связку Mati MSI плюс оперативка Team, этот кейс вы получаете абсолютно бесплатно. Как и всегда, ссылки на все железо и кешбек, с помощью которого сможете еще дополнительно сэкономить, найдете в описании под данным видео. На сегодня, пацаны, все. Следующая сборка для скромных парней за 16к. Для вас я сниму еще пару сборок с известных магазинов. Заценим собранные ПК. Разберем и посмотрим, парят ли нам или можно брать. Не забудь подписаться на канал, колокольчик. В общем, ты понял. Всем желаю здоровья, благополучия. Скоро увидимся. Пока.